Сегодня президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава Карачаев-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в мероприятии вместе с представителями Республики в Федеральном собрании. Членами Совета Федерации Ахматом Салпагаровым и Крымом Казаноковым, депутатами Госдумы Михаилом Старшиновым и Расулом Баташевым. В своем ежегодном послании Владимир Путин затронул многие важные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. Кроме того, он коснулся темы экономического благополучия страны, обозначив дальнейшие стратегические планы развития государства. В частности, российский лидер сообщил, что с июня детям от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях, будут платить 5 650 рублей ежемесячно. Вместе с тем он предложил выплачивать ежемесячные пособия беременным малообеспеченным женщинам в среднем размере 6 350 рублей. В числе прочего, президент поддержал инициативу партии «Единая Россия» о получении родителям 100% размера больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет и вне зависимости от трудового стажа. В целом, Владимир Путин дал оценку положению дел в стране и обозначил приоритеты. Сегодня день местного самоуправления работников органов местного самоуправления депутатов, городов и районов Крачево-Черкесии, ветеранов муниципальной службы. И с профессиональным праздником поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. Этот праздник учрежден совсем недавно, но с полной уверенностью можно сказать, что институт муниципальной власти всегда был самым близким к людям и более чем значимым. От эффективности работы органов местного самоуправления в немалой степени зависит качество жизни людей. Зная и понимая нужды и чаяния земляков, вы играете ключевую роль в решении проблем на местах. Без вашего участия невозможно в полной мере реализация тех приоритетных и важнейших задач, которые ставит президент Владимир Путин, федеральные и республиканские органы власти. Сегодня в парламенте Республики наградили организаторов и участников конного перехода «Лаба-Красный курган». 120 всадников на жеребцах карачаевской породы преодолели более 230 километров по горной местности из Урупского в Малокарачаевский район, где затем на территории этнокомплекса «Алан-Шахар» прошла выставка жеребцов. Организатором акции выступила ассоциация «Карачай-Хорс», которая занимается поддержкой и развитием карачаевской породы лошадей. Инициатор в награждении депутат парламента Алексей Ганшин поблагодарил ассоциацию за популяризацию породы. Первый вице-премьер правительства Хазыр Чекуев отметил отличную организацию перехода и дисциплину команды. А также подчеркнул большие заслуги депутата Хасана Хубиева, неоднократного участника конных походов в становлении и развитии карачаевской породы лошадей. Награжденные, в свою очередь, поблагодарили за то, что их труды не остались незамеченными. То, что вы делаете, является великим делом, потому что вы популяризацией занимаетесь не только наших прекрасных лошадей карачаевской породы. Вам всем огромное спасибо. Благодаря популяризации наших лошадей и здорового образа жизни вы привлекаете туристов в нашу республику. Когда выходишь уже человек 10-15, уже получается трудновато. У кого-то у лошадь лучше, у кого-то меньше, но вы, как одна команда, пришли, достигли этой цели. Это же большое значение. Это доказало, что можно одной командой делать большие переходы в таком большом составе. В любом регионе я рад, что постепенно все это поднимается. Вот братья дагестанцы, благодаря вашей помощи молодых, и уже и сюда едут, и там идут. А это уже, как говорится, и для нас плюс, потому что популяризация нашей породы, вот уже столько интервью дают братья, ингуши и все остальные. Это уже зов крови потихоньку все возвращаются к этому. Тема вакцинации, пожалуй, самая актуальная сейчас в мире. Хоть и снизилось количество больных с диагнозом COVID-19, все же есть опасность заразиться. А введение вакцины с целью создания активного специфического иммунного ответа против возбудителя инфекции является самым лучшим способом защитить себя и своих родных. Как проходит вакцинация в Ижугутинском районе, сколько человек уже привиты, узнавала Алла Качаева. Ну, потому что жить надо. Идет осень. Всякая вот эта непогода, всякая катаклизма в воздухе. Надо делать обязательно прививку. Обязательно. А мы уже вторичную? Мы вторичную первую сделали. Ничего не почувствовали. Ничего. Все было нормально. Ни температуры, никакой таблетки не пили. И вот пришли на вторичную. Жители Ижугуты Екатерина Облогина и Александр Перепелицын понимают, что вакцина – единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения коронавирусной инфекции. И когда в районной поликлинике начали делать прививки, они одни из первых записались на процедуру. Участковый терапевт Фатима Булурова рассказывает, что сегодня все существующие вакцины от COVID-19 двухфазные. То есть для максимальной защиты требуется введение второй дозы в спутник ВИ. Об этом и не только строго предупреждают желающих привиться. Перед вакцинацией мы непосредственно проверяем наличие на острую вирусную инфекцию, то есть обострение всех хронических заболеваний. Также мы смотрим, измеряем термометрию, то есть температуру тела. Смотрим на сатурацию это. Смотрим давление. Собираем анамнезы, естественно. Также нужно подписать соглашение и только после этого можно попасть в процедурный кабинет. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно как у участкового терапевта, так и через портал госуслуги. Исполняющий обязанности заведующего из Жигутинской районной поликлиникой Арсен Лепшоков работал в госпитале и в первую, и во вторую волну. Ему, как никому другому, известно, как протекает болезнь, насколько она коварна и как они, медики, вытаскивали пациентов буквально с того света. Сегодня доктор настоятельно рекомендует жителям привиться, особенно людям в зоне риска, и жить спокойно. Сегодняшний день в район поступило 1400 вакцин. Это с начала февраля. За этот период уже вакцинило 1298 человек. В основном это медработники, учителя, ну и люди пожилого возраста тоже приходят. К некоторым выезжают мобильные бригады. Кстати, людям, живущим не в ВУЗ Жигуте, можно записаться у себя в населенном пункте у участковых врачей. И когда набирается определенное количество, то к ним выезжают мобильные бригады. Мы решили с мужем вместе пройти вакцинную акцию, потому что это серьезное заболевание, и нет того, что мы не заболеем или еще что-то, поэтому решили пройти и сделать. А не боитесь? Да нет. Страха нет. Делать или не делать прививку – дело каждого. Каждый из нас имеет право на выбор индивидуального метода защиты себя и близких от болезни. Но сегодня вакцинация – единственный способ обезопаситься от COVID-19, который может унести жизнь или очень и надолго ухудшить состояние здоровья. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачева, Черкесия, УЗЖГУТИНСКИЙ РАЁН. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 946 человек. Из них 19 827 выздоровели, 134 госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии Сочные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла. Весна будет чудесной с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. 17 дней отделяют нас от главного праздника страны Дня Победы. Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала битва за Берлин. Факты стратегической наступательной операции были озвучены юно-армейцами на мероприятии в Центре военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска. О финальном аккорде Великой Отечественной войны в репортаже Альбины Ламковой. Поставленная задача перед Белорусским фронтом была непростой. От исхода боя зависела уже выстроенная концепция военных действий, рассказывает Юлия Атлисова, руководитель объединения «Юный поисковик» Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска. В большинстве случаев люди мало знают про Берлинскую операцию. Мы хотим просто подчеркнуть, что это значимое событие для нашей победы. Очень мало материала в интернете. Такое значимое, солидное событие. Фотографий мало. Они перекатывают из одного видео в другое. Я вообще была в шоке. Однако подготовленный видеоматериал получился достаточно емким и содержательным. Юно-армейцы вместе со своим руководителем Юлией Атлисовой проделали кропотливую работу по изучению хронологии заключительных военных действий в Берлине. Берлинская стратегическая наступательная операция одна из последних на Европейском театре военных действий. Она продолжалась 23 дня и была подготовлена, в отличие от многих других крупных операций Великой Отечественной войны. Всего за две недели. Операция была главной. Благодаря ей наши войска выиграли победу. Военные действия начались 16 апреля 1945 года. Ни одной армии еще никогда не приходилось брать штурмом такой огромный, сильно укрепленный город. Общая площадь Берлина составляла почти 900 квадратных километров. Чуть больше двух недель понадобилась Красная армия, чтобы разнести в щепки последние рубежи гитлеровской обороны и водрузить знамя над Рейхстагом. Сейчас символ победы находится в Центральном музее Вооруженных сил Советского Союза. Знамя было передано на хранение 25 июня 1945 года. Альбина Ламкова, Мухаммед Ошибоков. Вести. Карачаево. Черкесия. Сотрудники УГИ БДД по Уджигутинскому району провели рейд под названием «Скорость». Полицейские фиксировали нарушение скоростного режима и напоминали водителям о соблюдении правил дорожного движения, особенно на опасных участках дороги. На рейдовом мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Превышение скорости – причина увеличения ДТП, поэтому сотрудники УГИ БДД по Уджигутинскому району проводят операцию, скорость в ходе которой выявляют нарушителей с помощью видеофиксации «Бинар». Данная система позволяет точно измерять скорость, чтобы выявить водителя, превышающий установленный порог скорости. Такие акции дают возможность снизить число ДТП, считают участники движения. Как старый водитель, я знаю, что все беды у нас от скорости, я не скрываю. Потому что она с малодрежностью всегда гоняет, не успевает вовремя тормозить. И все, от этого очень многое зависит. Это точно я вам говорю. У меня 35 лет стажей, слава богу, у меня не было ни одного ЧП. Потому что стараемся как где-то. Ну, молодежи, надо сказать, как где-то стараемся. Как видите, мы с детьми едем, для нас это очень важно. Мы всегда это делаем. Что вы хотели сказать водителям, которые нарушают часто? Ну, не нарушать, потому что это их жизнь, здоровье других. В ходе операции сотрудники полиции раздавали буклеты с призывом соблюдать скорость. Во время рейдового мероприятия выявили несколько нарушителей. В основном водители превышали скорость, дал быстрее доехать до места назначения. Но мало кто задумывается, что можно и не доехать из-за ДТП. За время проведения данной операции было выявлено три нарушения скоростного режима. К водителям данных нарушений были вынесены постановления по их нарушениям. Также при проведении данной операции участникам дорожного движения вручались буклеты соответствующей информации. И проводились прогрессические беседы с нарушителями. Двигаясь на высокой скорости, водитель может и не заметить внезапную опасность. Кроме того, необходимо знать, что дорожно-транспортные происшествия по причине превышения скорости отличаются высокой тяжестью последствий как для водителей, так и для пассажиров. Алихан Липшоков, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Узжигутинский район. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Осколки». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»